АПЛОДИСМЕНТЫ В момент развития первых форм джаза вдруг в Соединенных Штатах Америки произошло подряд два жутких события. Во-первых, в 2020 году был объявлен сухой закон, запрет на употребление и изготовление спиртным, который нанес колоссальный ущерб экономике Соединенных Штатов, потому что он 10 лет действовал. Самое главное, что он породил – гангстеризм. Сразу масса предпринимателей увидели в этом колоссальную возможность обогатиться. Возникли гангстерские группировки самые разные, между ними началась борьба. Это были итальянские, это были голландские, еврейские, негритянские, латиноамериканские. Они все друг с другом спорили. Перестрелки начались во всех городах. И в результате появились боссы, которые, разбогатев, стали уже стремиться во власть. То есть многие из них потом стали сначала сенаторами, потом стремились чуть ли не на пост президента. Эта история, она и сейчас повторяется у нас, вы знаете. Многие бандиты вообще занимаются уже политикой. Но началось это именно вот в тот момент, в 20-е годы. А потом, в 29-м году, в черный вторник, разродился кризис, который называется большой дефорт, который повлиял на экономику европейских стран. И, в общем, почти четверть населения моментально стали безработными в Соединенных Штатах. И начался голод вообще и масса всяких неприятных вещей. Но нет худа без добра. Вот именно эти два фактора помогли, как ни странно, развитию джаза. Поскольку в этих подпольных всех заведениях, бутлегерских, значит, куда ринулась публика, и чтобы выпить там под видом чая и кофе, там в чайничках разливали на случай облавы. Ну, это все отражено в фильмах. Там джазит только девушка и судьба солдата в Америке и так далее. Это очень отражено, и вы, наверное, это все знаете. И вот, но джазмены получили там работу. И вот это очень помогло развитию не столько джаза, сколько того, что мы иногда по ошибке называем джазом. На самом деле это была такая развлекательная музыка, еще далекая от свинга. И вот сегодня мы постараемся как-то возродить вот эту атмосферу вот таких подпольных пятийных заведений бутлегерских. И вы услышите, которые в то время звучали и приобрели известность. Ну, я потом, может быть, еще какие-то комментарии буду добавлять. А сейчас мы начнем просто с двух таких типичных композиций, которые были модными в этот период в Америке, а потом и в Европе. Спасибо. 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 Ну, сейчас прозвучит легендарная тема. Она была написана, вообще была посвящена родине джаза, новому Орлеану. А мы ее сейчас хотим посвятить тому новому Орлеану, который смыло ураганы, как вы знаете, и от старых районов. Вот там, где джаз зарождался, вообще ничего не осталось. Поэтому вот это такой был хит тоже в довоенные годы. Сочнил, по-моему, Хаги Кармайкл. И он даже был частью какого-то мюзикла. И сейчас эту пьесу, она так и называется, New Orleans. Спасибо. 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 Ну вот сейчас вы подряд услышите две песни, которые, в общем, имеют отношение к такой еврейской культуре, которая зарождалась именно в джазе, в Америке. И против чего сначала возражали васпы, так называемые. Это хозяева Америки, белые протестанты, англосаксы. Для них евреи, итальянцы, ирландцы, я уж не говорю, там латино. Это были не люди просто. Они считали, что вот они элита. И когда появился джаз, то они всеми силами боролись против него. И, тем не менее, очень много оркестров были созданы именно евреями. Ну, Бенни Гудман – это вот самый яркий пример арти-шоу. В общем, масса было людей талантливых, которые основали, кстати, джаз наряду с неграми в Америке. И вот сейчас прозвучат две песни. Одна из них была записана оркестром Пола Уайтмана, а пела там еврейская такая певица Дайана Шо. Она даже сначала была на идише, так же, как и вторая песня, которая вслед за этим прозвучит, которую мы все, я в том числе, считали еврейской народной, оказалась в 1932 году. И она была сочинена двумя молодыми еврейскими авторами. Композитор был Шалом Секонда. И потом, сначала она исполнялась где-то там в еврейском квартале, в маленьком мюзик-холле. Ее услышал какой-то продюсер, перевел ее на английский язык, и Бенни Гудман ее записал уже на английском языке, под названием «Баймер без души». И когда началась война, то Бенни Гудман, по слухам, был включен в список всех, кто должен быть расстрелян, когда Германия захватит Америку. У Геббельса был такой список, и Бенни Гудман там был под номером один, поскольку вот он исполнял такой джаз и еще еврейский, а Гитлер ненавидел ни то, ни другое. А вот я услышал эту песню уже в 43-м году, когда только во двор я стал выходить, тогда мне было 8 лет, мы только вернулись из эвакуации, и вдруг Утесов напел эту песню с таким антифашистским вообще текстом, что я думаю, что он сразу стал номером два в этом списке расстрелянном. Вот, и вот сейчас прозвучат две вот эти песни, которые, в общем, стали в свое время хитами. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Или мама будет скандал меня Да, да, да Я спросил тебя, и это то, что она мне сказала Да, да, да Это то, что она мне сказала Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо! Был парадокс Субтитры сделал DimaTorzok Он был очень мудрый человек Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 До войны издавались что угодно. После войны Сталин запретил джаз, поскольку новый враг появился, Америка. И я начал собирать эти пластинки. Я помню, мы считали, что это такой настоящий джаз. Потом выяснилось, что это очень красивая просто танцевальная музыка. А позже я выяснил, что она звучала и в подпольных этих забегаловках пивных. И было связано это с бутлегинством и с запретом. И еще с этим дефолтом большим. Ну а сейчас еще раз возвращаемся к вокалу. Вы услышите одну из популярнейших мелодий. Уже не так давно написано в мюзикле «Чикаго». Но само название этой песни говорит о сути вообще, что это посвящено джазу. «All that jazz». «Чикаго», «Чикаго» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потом выяснилось, что сочинил ее совсем не Бенни Гудман, и название это происходит совсем из другой оперы, но тем не менее эта вещь долго держалась в хитах. И вот сейчас вы ее услышите уже в нашей версии. Синг, синг, синг. Синг, синг. Синг, синг. Синг, синг, синг. Синг, синг, синг. Синг, синг. Синг, синг. Синг, синг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!